Музыка Где он? Где же? Где же? Где же? Где же? Где же? Где он? Где? Где ты? Добрый вечерочек! Ты что меня так пугаешь? Это ты что ли? Ну да. Слушай, где кот, не знаешь? Ну ты попросила, я привез из дома, и что это кот? Да нет, не живой кот, кот! А, ну 36 от подъезда у меня. Да не этот кот, я в дозор играю, где кот? А, ты кот найдешь? Ну пойдем, может в студии есть, поищем. Нет, в студии там нет. Ой, погоди, кто ищет, тот всегда найдет. Я один раз даже так свою адекватность нашел. Или нет? Не, не нашел. Ладно, короче, сегодня мы с тобой рассуждаем про дозор. Про дозор. Какой дозор нужен городу? Поэтому пойдем и твою адекватность там заодно найдем. Всем выйти из сумрака. Доброго вечера! А в этой студии не идет борьба добра со злом. Потому что здесь только добро, только позитив. И только мы, Максим Кропотов. И светлая сторона Алена Милина. Да, Алена Милина. И это антикоронавирусное шоу, вечерняя вятка. Здесь мы вас заражаем только полезными советами, хорошими эмоциями и позитивным настроем. Вот так вот. Да, сегодня тема нашего эфира. Какой дозор нужен городу? Итак, нужно подумать, ребята, очень внимательно. Потому что чего не хватает? Есть ли такие люди, которые должны быть дозорными в этом городе? Ну, я думаю, что сейчас понесется. Потому что очень много дозоров, я считаю, нашего города не хватает. Но это все на ваш суд. Пишите все, что хотите. Ямнадзор? Возможно, почему бы и нет. Газондозор? Да. В общем, не буду подсказывать. Пишите сами. За это вы сегодня получите замечательные призы. Что за призы? Эти призы у нас на столе. Это, во-первых, круассаны с шоколадом. Это кексы и, конечно же, мармелад. Это целый набор к чаю, который сегодня может выиграть. Самый активный, самый позитивный зритель, который напишет нам комментарии в группе ВКонтакте Девятка Тракиров. Там уже пошла прямая трансляция, поэтому пишите, общайтесь с нами. Ну, а знаете, а кому лень писать? Что им тогда? Что им делать? Им нужно знать про новость, которую я прямо сейчас расскажу. А я думал, что им можно позвонить. А позвонить им можно по телефону, который я скажу сразу после новости. Хорошо, вот такая интрига, интрига в студии. Хорошо, что за новость подготовил ты нам рассказать? Новость дня, ребята, вообще, знаете, очень интересная прилетела. Прилетела, если честно сказать, она, конечно, из-за границы. Дело в том, что там есть девушка, у нее был любимый молодой человек. Был? Зовут эту девушку Чао. Вот так вот, Чао. Ой, чувствую, история как раз вот с Чао-Чао. Что-то похожее на это. Что произошло? Девушка была в него безумно влюблена, думала, что у них настоящие, искренние отношения, до тех пор, пока он не изменил ей. Она долго плакала, она долго переживала, но потом решила, я отомщу этому негоднику, сделаю так, чтобы ему тоже было немножко неприятно, как и мне. Я не знаю, вот вы не видите, но у Алены прям глазки сверкают, когда она рассказывает, яд вообще, вот, все женское, наболевшее сейчас у нее в глазах. Так, рассказывай. И что же произошло? Она решила заказать целый, внимание, друзья, не знаю, КАМАЗ, грузовик с луком и отправила в отместку этот грузовик с тонны лука, уточняется, с сопроводительной запиской, с пожеланием плакать так же, как и она рыдала. Плакал изменник или нет, об этом не уточняется, но он точно был удивлен, когда к его дому пришла... Подкатил КАМАЗ с ротой Чиполлина, да? Ну, не знаю. Как бы ты отреагировал, если бы тебе такой... Я бы сказал, бабуля, с этого дня, года два, мы не ездим, не сажаем лук на дачу. Занимай грядки под морковь. Вот так вот. Вот и все. На самом деле, зато сколько можно сделать лукового супа и накормить всех нуждающих? Вполне возможно. Но самая главная мораль какая? Мужчины, будьте джентльменами, не изменяйте женщинам. А, только джентльменами меняют женщинам. Я считаю, самый настоящий мужчина не изменяет женщинам. Но, друзья, вы можете с нами сегодня пообщаться, позвонить нам, не только написать в группу ВКонтакте, но и также позвонить 35 14 04, наш телефон. Сегодня можем с вами обсудить абсолютно любую тему. Поэтому, ну, самая главная тема сегодня, какой же дозор нужен городу. Поэтому мы ждем ваших сообщений. Давайте сегодня мы соберем... Давайте 40 сообщений, а лучше 50. А также пишите в комментариях, откуда вы нас смотрите. Вот район города, район области, любое ПГТ. Мы будем рады... Вот Корчомкино. Сегодня жду от Корчомкино сообщений. Перекличка сегодня. У нас вечерняя вятка. Ну, а еще сегодня хочется, знаете, какую сделать перекличку про пионерию. Сегодня день пионерии. Да, кстати, всегда готов. Кто всегда готов, кто повязывал специальные пионерские галсточки. Ты, кстати, умеешь завязывать настоящие пионерские галстки? К сожалению, нет. Нет, я не застала пионерию, но очень много про это слышала. И поэтому мы решили сегодня сделать рубрику, которая посвящена как раз пионерам. Да, Максим? Здравствуйте, товарищи! С вами программа «Советский интернет», который первыми в мире изобрели советские ученые. И сегодня, в День пионерии, мы покажем вам самых отличившихся октябрят и пионеров нашей великой страны. Ну что, время начинать. Начнем с подрастающего поколения. Юный октябренок так мечтал стать пионером, что с криками всегда готов, решил помочь отцу с ремонтом. Вот что из этого вышло. Захар, ты чё делаешь? Сына, ты чё натворил? Сейчас придет мама, сына. Что мы будем делать? Нам бежать-то некуда, сынок. Ты стену-то красишь, сын. Ну, вроде как хотели стену с того покрасить. Нормально? Нормально? Взвейтесь кострами, синие ночи. Мы пионеры, дети рабочих. Продолжим. А теперь немножко о инновациях. Нововведение в пионерской организации. Теперь каждый пионер, едущий в поезде дальнего следования, обязан будить ближайшего пассажира очень интересной историей. Повар, спрашивай повара. Повар, какова твоя профессия? Ты милиционер? Нет, отвечает повар. Моя главная профессия – повар. А-ха-ха, а твоя? Очень интересная история от очень веселого пионера. Ну, а мы продолжаем. Ура, ура, ура. Пионерское движение в нашей великой стране развито настолько хорошо, что не все пионеры успевают переводить бабушек через дороги. Мы пообщались с одним из их представителей. Это грустно или весело? Это печально. Очень странно. Пионерский галстук я завязывать умею в совершенстве, а вот с этим галстуком я еще не совсем справился. Извините, давайте продолжать. Ну, а теперь рубрика «Гордимся и верим в светлое будущее нашей страны». Перед вами пионер Слава, который в несколько раз перевыполнил план по сбору макулатуры в нашей необъятной. Немножечко устал, и его решили отправить в детский лагерь, заменив другим пионером. Давайте же посмотрим на его реакцию. Так, никто Славика не заменяет. Славик незаменимый. Это была передача «Советский интернет». И мы бы поговорили с вами чуть больше, но наши камеры настолько устарели, что пионерский отряд пришел, чтобы сдать их в металлолом. Ну, а меня ждет душ Шарко в пансионате «Колокольчик». Всем до скорой встречи и верим в будущее нашей страны. Ура, ура, ура. Ура, ура, ура. Все потому, что у нас на связи наш корреспондент Данил Гухман, а это означает только одно. Привет. Привет, друзья, привет. Надеюсь, у вас такое же хорошее настроение, как у меня, и такое же, как у наших телезрителей. Данил, вот в день пионерии, почему ты без галстука? Ой, слушай, Максим, ну, потому что, во-первых, у меня рубашка без воротника, галстук некуда тут навязать, но пионерский-то все равно было бы куда. Как говорится, он же на шею вяжет. Что ты нам сегодня подготовил, рассказывай. Я подготовил для вас интересные, веселые заголовочки, где-то каламбурные, где-то просто смешные, ну, а где-то, как говорится, абсурдные, но они же наши, поэтому и такие. Прям хочется взять за сердечко сразу. Они же наши. Все верно. И первый родом у нас из издания Ньюи Форм. И следующая новость там написана. Эксперт предупредил о риске передачи коронавируса через чипсы и орешки. Все, друзья, вечера пятницы отменяются. А сейчас еще и футбол начался. Вот именно. Что же делать, спросите вы? Есть сырую картошку. Да, и что там еще? Делать домашние чипсы. Делать домашние чипсы. А он не уточнил, через какие чипсы. А может и через домашние. Может и через домашние. Ну, может быть, да, согласен с вами. Эксперт. Что это за эксперт такой, я считаю? Этому эксперту надо ай-яй-яй сделать. Причем он предупредил, но он ведь не доказал. Он ведь не показал. Он предупредил. Теперь путасу и лещ в топе. У него, скорее всего, у него просто сын очень сильно ест орешки. Очень много есть орешков и чипсов. И он, да, воспитательный момент. Воспитательный момент. Он такой, знаешь, дилетолог, да? Коронавирус. Вот такие чипсы и орешки. Давай дальше. Следующий заголовок из издания аргументы и факты. Так. Друзья, он делится на две части. Каждая одна интереснее другой. В Липецкой области планируют оздоровить около 30 тысяч рублей за лето. Оздоровить? Оздоровить. 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. Они были нездоровы. Понимаешь, в Липецкой области полностью здоровое население. Здоровая флора и фауна. И все остальное. Они такие, ну что? И только 30 тысяч рублей. Чихают где-то там в заначке. Бедные. Устали. И вторая часть, она не менее интересная. Исходя из всей этой новости, мы же все-таки понимаем, что кого-то хотели найти 30 тысяч рублей оздоровить. Но лагерь «Лесная сказка» в этом году отдан под обсерватор. Поэтому для детей он не откроется. Так. И как первая новость? А, то есть эти 30 тысяч должны были ехать. В обсерватор. Они, получается, сейчас поедут в обсерватор вместо детей? На самом деле нет. Эти деньги должны были отправиться в оздоровительный лагерь. Пройти там лечение. Вот мы в предыдущей рубрике сожили. Да, все верно. А, например, да? Но не смогут. Бедные 30 тысяч рублей, а не детей. Вот так вот. Все верно. Все вы помните, следующий заголовок тоже интересный. И все вы помните знаменитого таракана Валеру, которого мы не раз создали в этой студии. Да? Да, был такой. Но сейчас новость от издания «Эхо». В Челябинске растет кедр по имени Саша. Как это мило. Сашка. Сашка, свой пацан. Ну, да, такой, видимо, они часто к нему приходят. Рядом береза Светлана. И куст, Евгений. Ну, как-то так. Как-то так. В Челябинске разговаривают по имени, видите, обращаются по имени к деревьям. Это слишком суровый город. Да, я только что хотел сказать. И в нем даже деревьев есть имя. Но и деревья тоже. Следующая новость издания «Фонтанка.ру». Контролер турникетов на Нарвской получил кулаком в лицо от ковид-диссидента за просьбу надеть масло. Ковид-диссидент. Ковид-диссидент. Понимаете, да? Поймайте ковид-диссидента. Значит, контролер турникетов. Да. На станции метро Нарвская. Как минимум, в Кирове на одну профессию меньше. Где у нас на эти турникеты? У нас они возможно. Контролера. Возможно, есть, но контролер турникетов. Ну, может быть, это и к лучшему. Он не получит от ковид-диссидента. Диссидентов у нас тоже нет, кстати. Согласен. Но, кстати говоря, за вредность ему нужно сейчас доплачивать. Молоком. Молоком или зеленкой. Следующий заголовок о РИА Новости издания. Начальник московского метро. Призраков в подземке нет. Слава Богу. Слава Богу. Очень серьезный человек. Это была важная новость. Ну, просто тут было питерское метро. Я решил продолжить про метро. И вот такая вот замечательная новость. Просто, ну, суть в чем. Был корпоратив московского метрополитена. Да? Он был какой? Правильно, тематический. И все. И были все. Охотники за привидениями. Все надели простыни. Ковид-диссиденты. И начали бегать. Все эти люди. Да. Но, друзья, затянулся корпоратив. Метро открылось. И все увидели этих проводников. Вот этих турникет-менеджеров. Все они вот в этой... Контролеров. Контролеров. Турникет-менеджеров. Турникет-менеджеров, да. Это я по-современному называю. И они вот в белых пододеяльник бегали по метро. Вот и все. Пришлось оправдывать. Пришлось официально приносить оправдание. Все. Самое главное теперь мы знаем и можем двигаться дальше. И следующая новость у нас самая качественная. Я думаю, все знают знаменитый интернет-сайт, наверное, даже интернет-издание. Кинопоиск. Все им пользуются. Конечно. Вот. И новость очень такая своеобразная. Я думаю, сейчас всех улыбнет. Восьмая миссия невыполнима станет чем? Конечно же, продолжением седьмой. Ну, капитан очевидность теперь работает, видите, на кинопоиске. Восьмая миссия невыполнима будет. А вот мне интересно, девятая станет продолжением какой? Восьмой, очевидно. Я хотел копирайтера их пригласить, чтобы он нам текст писал почаще. Но не смогу списаться. Завтрашний эфир «Вечерней вятки» будет прямым продолжением сегодняшнего. На самом деле, все просто. Потому что тут все нормально, на самом деле. В этой новости объясню почему. Да? Давай. Ну что, детишки, вы готовы? Конечно. Бывают же фильмы, да? И потом, вот вторая часть, она выпадает. Например, вот, снились. Снились. Снились, снились, она выпала. А люди требуют. Хоть одну называть. Объясните нам. Хоть одну назови. А форсаж. Что там куда выпало? Мы пошли в дебри, мне кажется, киноискусство. Откуда появился храм? Мы пока обсуждаем новости. Новости заголовки. Заголовок такой, знаете ли, очевидный, так скажем. Не для киноискусствоведов. Судя по всему, следующая новость как раз будет какая? Следующая новость будет, что у меня все. Форсаж 9 будет продолжением 8 форсажа. Вот и все. Примерно как-то так. Данил, огромное спасибо повеселил нас, повеселил зрителей. И не только ты, но судя по всему, все издания, которые пишут такие заголовки. Огромное им спасибо за досуг. Вам спасибо. Не все. Это еще не все, Данил. Данил, мы специально для тебя кое-что приготовили. Мы знаем, что ты немножко проголодался. Да, конечно, очень. Очень хочешь узнать новый рецепт, чтобы сегодня что-нибудь приятное такое приготовить, да, своим близким. Поэтому для тебя сейчас очень быстрый и легкий рецепт тоже насмотреть. Всем здравствуйте. Меня зовут Мария Казакова. И сегодня мы приготовим с вами рулетики с необычной начинкой. Для нашего блюда нам понадобится шпинат, бекон, сыр, помидор и два яйца. Первым делом возьмем помидор и порежем его кубиками. Теперь необходимо натереть сыр на терке. Теперь нам необходимо взбить два яйца. Для этого мы разобьем их в тарелку. Теперь разогреваем сковородку, добавляем туда капельку масла и выливаем наши взбитые яйца. Сейчас доводим наши яйца до состояния селянки и добавляем туда помидоры и сыр. Чтобы не пригорело, нужно постоянно перемешивать. Теперь время пришло добавить заранее приготовленный шпинат. Наша начинка готова, перекладываем ее в тарелку. Теперь берем бекон и начинаем фаршировать наши рулеты. Теперь отправляем наши рулетики в духовку на 3-5 минут. При температуре 180 градусов. Вот такие аппетитные и ароматные рулетики у нас получились. Их можно украсить зеленью. С вами была Мария Казакова. Приятного аппетита! Приятного аппетита всем тем, кто сейчас, возможно, ужинает или готовит ужин. Ну а мы продолжаем. Сегодня тема вечерней вятки. Это какой дозор необходим нашему городу? Написать свои варианты ответов можно в группе ВКонтакте. Девятка ТВ Киров. Там уже идет прямая трансляция. И под этим постом в комментариях пишите мне туда. А еще можно позвонить. 35 14 04. И мы услышим ваш замечательный голос. Не томи мою душу. Появились ли комментарии, которые нужно обсудить? Да, есть. Во-первых, у нас перекличка. Кто смотрит нас? Центр с вами пишет нам. Спасибо Центру за это. Дозор дворов у Парка Победы, пишет Сергей Солодилов. Он, кстати, тут, знаешь, убил в этом сообщении двух зайцев. Он написал и откуда, да, и какой дозор. Так, дозор дворов у Парка Победы. Что там нужно досмотреть? Сергей, уточните. Мы, знаете, мы записываем, серьезно. Мы отправим это куда надо. Сделаем рубрику. Мы не обещаем, но постараемся. Пишет нам Сергей Солодилов. Также всех с днем пионерии поздравляет. А Лера Пчелкина. Юго-Запад с вами. Дозор школьных столовых хочет она. Такой вот дозор. Вот эти вот, да, булочки, которые не откусить, каша, которую ты себе дарелку переваришь, она не отпадает. Почему так? Пора бы и нет. Пора бы проверить. Дозор клубов юных техников. Оставшихся пользой от них было больше для детей. Вот так вот. Вот сейчас вот интересно. Дозор клуба юных техников. Что они-то сделали, люди? Ну, видимо, он хочет проверить. Что теперь табуретки не такие хорошие? Да. Будь готов всегда готов. Пишет нам Сергей Солодилов. Ура-ура-ура. А также дозор системы дополнительного образования прикладных направлений. Вот так вот. Копнул. Вот такие сообщения, слушайте. У нас еще вот дозор добра, например, нужен нашему городу. Дозор добра. ДД. Не хватает дозора добра в нашей городе. Ну, возможно, и так. У нас точно есть, знаете, ну, если уж не дозор добра, то у нас есть рубрика «Усталость дня». Это когда наш посол добра отправляется в какое-нибудь интересное место за интересным хобби для того, чтобы проверить его, снимает ли он «Усталость дня». И сегодня у нас будет, знаешь, какой? Что у нас сегодня будет рассказывать? Сегодня день кубика Рубика. День кубика Рубика. Да, а это снимает «Усталость»? Это, ну, в неком случае, да. Но я еще ни разу в жизни его не собрал. И когда я его собирал, это снимало, возможно, мою усталость, накапливало эмоциональную нестабильность. Смотри, наш корреспондент все-таки понял, что «Усталость дня кубика Рубик» снимает, а еще подготовил рекорды и необычное применение ему. Давай узнаем. Давайте узнаем. Венгерский изобретатель Эрне Рубик прославился на весь мир, изобретенным в 1974 году кубиком-головоломкой, названным впоследствии его именем. С того времени популярность головоломки растет и приобретает все новые формы. Кубик Рубика 2х2. Классический 3х3. 4х4. 5х5. 6х6. 7х7. Существуют и более сложные головоломки по типу кубика Рубика. Мега Минкс. Головоломка в форме додикаэдра, состоящая из 62 видимых снаружи движущихся элементов. Пираминкс. Головоломка в форме пирамидки. Каждая ее грань поделена на 9 правильных треугольников. Увлечение этой головоломкой во всем мире привело к созданию новых интересных рекордов. Так, в 2017 году 15-летний американский подросток установил мировой рекорд по сборке стандартного кубика Рубика. Его занесли в книгу рекордов Гиннеса. Время рекорда составляло менее 5 секунд. Но в 2018 году представителям Китайской Народной Республики Ду Юшингам поставлен новый рекорд, который составил менее 4 секунд. Фанаты головоломки Рубика из разных стран стали собирать огромные картины из кубиков. Рекордсменом в этом деле стали представители Канады. На их опыте множество картин, но есть одна особенная. Жители Торонто создали гигантскую картину в Макао, территория Китайской Народной Республики. Картина представляет собой изображение панорамы Макао со всеми основными достопримечательностями. Их можно увидеть, если взглянуть на этот город с воды. Для ее создания авторам картины понадобилось 81 тысяча кубиков. Головоломка Кубик Рубик очень интересна и увлекательна. А главное, положительно влияет на развитие вашего мышления. Попробуйте и вы собрать для начала классический кубик. Уверен, это станет отличным увлечением для всей семьи. Так что если у вас есть кубик Рубик, то можно легко поставить мировой рекорд или сделать вот такую потрясающую картину, если собраться всем городом, кого они еще остались. И сделать панораму вятки. Это будет здорово, такой неплохой дозор. Закрывать на реставрацию можно вот. Знаешь, когда здание на реставрацию закрывают, вешают плакаты, а тут мы кубиками Рубиками заложим. Почему бы нет? И точно будет такой, знаешь, дозор кубиков Рубик. Ну да. Что-то такое. Мы сегодня обсуждаем, какой дозор необходим городу. Вы можете написать в группе ВКонтакте Девятка ТВ Гиров и выиграть подарки. Вот, например, уже есть. Порошина с вами. Это у нас перекличка, кто нас смотрит. Порошина и... И нам пишут, что можно сделать дозор в винных магазинах. Вот так вот. Рейд. Почему бы нет? Иногда надо. Победа. В состоянии внутренних дворовых дорог, тротуаров, детских площадок. Вот такой нужен дозор. Вот. Сергей Солодилов пишет. Как раз нам расшифровали вот эти дворы у Парка Победы. И, видимо, плохие дороги, плохие тротуары, плохие бордюры и детские площадки. А Лера Пчелкина пишет, там дозор клещей, противные штуки. Это точно. Будьте аккуратны. Кстати, вот нам человек из Порошина написал, недавно были в Порошину, снимали там одну рубрику. Клещи есть. Будьте аккуратны. Будьте аккуратны. Да, ну а мы двигаемся дальше. И, как вы знаете, что эта студия невозможна без того, когда к нам приходят гости. Мы их всегда ждем, и мы всегда в них верим. И сегодня они точно расскажут, какой дозор необходим городу. А кто это, вы узнаете прямо сейчас. Дамы и господа, встречайте сегодняшнюю гостью вечерней вятки. Директор агентства сюрпризов и организатор игры «Дозор». Мария Михраб. И сегодня мы узнаем у нашей гости, какой же дозор нужен нашему городу. А вот и она, Мария Михраб в нашей студии. Доброго вечера. Как настроение? Отличное настроение. Привет, привет. Ух, здорово. С чем связано отличное настроение? Солнце на улице в Кирове. Это праздник. Мы просто не выходим, мы не знаем. Рассказываю, там солнце. Там, ну все, это очень хорошо. Замечательно. Ну что, сегодня можно задавать вопросы. Между прочим, Маше, что только? Мне кажется, что самые невероятные вещи, которые происходят в нашем городе, дело рук Марии. Ну, только хорошие, невероятные. А вот эти плохие дворы у Парка Победы, это уже не она. Это не к ней. Но можно задавать вопросы. Я думаю, что она с удовольствием вам ответит. Группа ВКонтакте 9.TV Кирова специально для вас. Мария, вот расскажите нам, у нас наконец-то появилось же вообще. Люди стали возвращаться к нам в студию, а не только через экран телевизора, их мы видим. Как проходила самоизоляция у вас? Я на самом деле работаю из дома, поэтому у меня сильно ничего не изменилось. То есть вы один из немногих везунчиков, у которых работа не сократилась, скажем так? Она немножко сократилась, но сам рабочий процесс, дома в пижамке за компьютером с чашечкой чая, все осталось неизменно. Ну вот за время нахождения дома появились какие-то идеи, возможно, новые проекты? Появился новый проект, вызванный жаждой путешествий. А о нем мы узнаем чуть позже, да, так мы понимаем? Хочу на Бали этот проект называется. Просто появилась банка и написано, хочу на Бали, и туда денежки складываются. Ну так как самоизоляция, никто же не может прийти и положить мне туда денежки, поэтому провальный проект. На данный момент. Ну ничего страшного, все впереди. Маша, что сегодня будет происходить? Мы сегодня с тобой будем играть, и одна из игр называется «У нас можешь отказаться». Она не на самоизоляции, потому что ты пришла в эту студию. Что будет происходить? Итак, в какой-то момент у нас будет подаваться звоночек. Динь-динь. Динь-динь. Я хотела, чтобы это ты сделал. Ребята, звоночек. Здесь я говорю, что динь-динь – это звоночек. Да, у нас будет для тебя три задания по звоночку. Динь-динь. Динь-динь. Они будут появляться в нашем эфире. Ты выбираешь один, два или три, первую или третью карточку, и выполняешь задание. Фишка в чем? От одного из этих заданий ты можешь отказаться, но нужно будет сказать стоп-слово. Да, давай прививаем сейчас прямо с тобой стоп-слово. Морковка. Морковка. Почему? Первое, что пришло в голову. Молодец, все правильно. Творческие люди не так и делают. Но фишка в чем, что ты отказываешься только от одного, когда его читаешь, а что дальше, ты не знаешь. Возможно, если ты используешь прямо сразу же это стоп-слово, дальше будет только хуже. То есть у меня только одна морковка. Только одна морковка. У тебя только одна морковка. И один бизнес. И три динь-динь-динь. Да, и три динь-динь-динь. Очень странно звучит, если вы только что подключились. Ну что, поехали тогда. Давайте, Максим, подавайте звоночек. Динь-динь-динь. Поехали. Один, два или три. Выбирай. Первое задание. Три. Это снизу? Да, наверное. Вот это. Читай. Пожалуйста. Бери читай. Прошу. Нарисуй любимый кот на своем лице. Да, давай сначала объясним для некоторых, что такое кот и почему он может быть любимым. Кот в этой игре, да, Дозор. Есть вообще, во-первых, есть и такая игра Дозор, где очень много людей бегают по городу, по другим помещениям нашего города, и не только, и ищут коды. Кто первый это все собирает, да? Тот молодец. Тот молодец и победитель. Да. Все. Мария, между прочим, организовывает это все, да, и знает, какие там есть коды. Да, у нас есть два. Во-первых, есть ли у тебя любимый кот? Возможно, с ним есть какая-то связанная история. Любимого кода, наверное, нет, но я могу его сейчас придумать, потому что... Так, давай. Простор для фантазии. Пусть будет 77 DR табурет. 77 DR табурет. Пусть будет 1 DR 1. 1 DR 1. То есть ты не отказываешься? Я не отказываюсь. Хорошо. Только можно я посмотрю, какой из них не перманентный? Никакой. Мне кажется, что оба. Вот этот точно перманентный. А вот этот? А вот этого может быть не видно. А вот этот нормальный. А этот... Ну я же написала, тут же не написано, чтобы его было видно. Но все правильно. А у вас так же вот в игре, да? Ну мы же принесли кот. Не обязательно, что это должен быть тот. Не получишь следующее задание, если кот неправильный. Ну не получишь следующее задание, если не напишешь красным. Нет. Хорошо, Маш, давай, пиши, пробуй. Мы пока будем читать сообщение. Мне бы какое-то зеркало. Тебе какое-то зеркало. А нужно ли оно? Максим, говори право-лево, лево-право. А вот так, да? Да, да, прямо. Где начало? Давайте, Мария, пишите. Нормально, я вижу. Вам же придется с этим сидеть. Блин, где? В другую сторону, все правильно. А Алена пока читает сообщение, я все. А у нас есть вопрос. Спрашивают, как пришла идея организовать игру дозора в нашем городе. Потому что я знаю, что... Все, я вижу. Нормально, я прекрасна, да, по-прежнему? Очень прекрасна. Сейчас есть и выключить свет и включить люминстерные лампы. Набегут дозорные. Да, набегут дозорные. И вот, наконец-то, найдут этот код. Ура, да. Как они там, что там кричат, когда находят код? Валим. Валим, вот. Дальше у них, следующий. Я хочу... Нет, через 4 часа на работу. Примерно так. Хорошо. Хорошо. Как получилось так, как давно ты вообще организовываешь? Потому что я знаю, что в 180 городах, да, в нашей стране есть. Да, я дозор организовываю с 2007 года. Так. То есть это 13 лет. Я уже пенсионер дозора. Идея появилась совершенно случайно. Я когда-то работала в одном уже несуществующем журнале и писала материал про Киров, про активный отдых в нашем городе. Мне не хватало одного пунктика. И, собственно, я нагуглила, я знала, что есть такая активная игра. Написала создателю игры, когда проект приходит в наш город, он сказал, а у нас нет организатора, и выслал мне анкету. Я ее на работе заполнила, отправила, и, собственно, 8 сентября 2007 года мы стартовали. И уволилась. И уволилась. Если сейчас, ну, в ближайшем будущем, пока самоизоляция, в ближайшем будущем, жители нашего города ночью увидят бегающих по городу и ругающихся людей, да, то, скорее всего, организатор это ты. Мы не ругаемся, мы, наоборот, ведем себя бесшумно, дабы не спалить локацию. Это, опять же, наш слэн. Нет, я про участников. Нет, они стараются не светить себя, потому что, если они будут шуметь, галдеть и так далее, это обычно только новички делают. Они привлекут внимание других команд, и, соответственно, другие команды могут раньше не их найти код. А, как все тяжело. Максим сразу видит, что я ни разу еще не играл в эту игру. Нет, я не играл, но я на ней присутствовал. Вот так вот. Один раз в Чепецке. Это были как раз новички, которые вот такие. Да, 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 я это помню. Хорошо, Маш, а бывает такой велодозор? Да, мы делали в Кирове летом, катались игроки, собственно, на велосипедах, командами они объединялись в хорошую погоду. Это идеальное времяпрепровождение для выходного, но хорошая погода и Киров. Не всегда совпадают. Как-то да, не по пути. Это понятно. Ну что, а мы решили узнать некие правила, да, потому что сейчас велосезон начинается, поэтому наш корреспондент решил попробовать, снять ли усталость, во-первых, да, с помощью велосипеда, а во-вторых, какие правила существуют на дорогах, чтобы ездить на этом замечательном приспособлении. Давайте посмотрим. Друзья, всем привет! Сегодня мы снимаем усталость дня с помощью катания на велосипеде. Ну а чтобы сделать это безопасно и интересно, мы отправимся к представителю Федерации велоспорта Кировской области. Поехали! Григорий, привет, Су. Да, привет. Так, ну что, сегодня приехали к вам, чтобы узнать о безопасности езды на велосипеде. Что для этого вообще нужно и насколько это реально? Нет, на самом деле самое главное в безопасном катании на велосипеде это соблюдение правил дорожного движения. Григорий, сколько лет уже за рулем велосипеда? Ну, на велосипеде катаюсь с детства, но так вот осознанно, порядка уже около 20 лет. А что вообще простому человеку, нашим телезрителям, мне понадобится для того, чтобы безопасно ездить по городу? Ну, в первую очередь понадобится велосипед, который будет исправен. Так, есть. А во второй момент это уже рекомендательное наличие шлема, перчаток и такой защиты, как на локотнике и на коленнике. И в темное время суток обязательно по правилам дорожного движения у вас должен быть красный фонарик. Какие навыки нужно развивать, чтобы безопасно кататься на велосипеде в условиях города? Для этого нам необходимо научиться баланс на велосипеде, научиться переезжать небольшие элементы, такие как бордюры, и правильно обозначать свои действия на дороге, то есть показывать повороты. А мы можем сегодня это попробовать? Да, конечно. Замечательно, тогда приступим прямо сейчас. Баланс на велосипеде необходим для того, чтобы уверенно чувствовать себя во время начала движения и во время остановок. Выглядит он примерно так. То есть можно стоять на месте без использования ног и за счет баланса. Пробуем. А где-то нам необходимо обе ноги поставить на педали, зажать тормоза, одним пальцем достаточно, колесо немножко в сторону, и теперь тормоза отпускаем, откатываемся назад, нажимаем на педаль, катимся вперед. И такими движениями вперед-назад мы будем тренировать баланс. Так, ну что, как учил Григорий, зажимаем тормоза двумя пальчиками и встаем на педали. Пытаемся нервать баланс. Не очень получается. Друзья, еще одна попытка. Ну что, я готов, а вы? Три, два, один. Ну что, баланс мне немножко овладел самую малость, но все-таки хоть что-то правильно. Первый шаг. Первый шаг сделан, совершенно верно. Но я думаю, что важнее всего это все-таки правила дорожного движения, верно? Да, конечно. Делосприз при движении по проезжей части должен обозначать свои маневры. То есть это не должно быть какой-то прямо, не знаю, там, неожиданностью для других участников движения. То есть для того, чтобы повернуть налево, все очень просто. Мы вытягиваем левую руку, показываем левый поворот. Поворот вправо мы точно так же обозначаем рукой, показывая вправо. Более продвинутый уровень – это у нас знаки остановки. Мы поднимаем руку вверху. Что значит рука поднятая вверху? Это просто прямая рука. Это значит, что мы хотим остановиться. Понял. Это знак внимания для тех, кто двигается у нас сзади. И как раз для того, чтобы разнообразить катание во дворах, можно потренироваться ездить с одной рукой. Ну что, попробуем научиться? Давайте. Так, левая ручка. У меня даже получается. Правая рука. Правая. Правой поворотик. Довольно смотреть еще туда, куда мы поворачиваем. Друзья, ну что, еще одно испытание пройдено. Мы проехали только что по настоящей проезжей части. Проехали по правилам дорожного движения. И, конечно же, соблюдая все знаки. Григорий, большое спасибо вам. Кулачок. Друзья, занимайтесь спортом, катайтесь на велосипеде и просто живите с настроением. Поехали? Поехали. Вечерняя вятка. У нас в гостях организатор Игр Дозор Мария Мехраб. И сегодня мы обсуждаем тему, какой дозор необходим городу. Итак, вот пишет нам Роман Осипов. Также необходим дозор городских фонтанов. Вот так вот, чтобы ВДВшники не купались, пишут люди. Это жалко, что ли? Ну, пусть купаются раз-то в году. Тем более, если у нас реки такие холодные. И дома воды нет. И дома воды нет. Где-то мыться надо. Дозор по карантину. Ну, не поможет ничем, правда, даже дозор. Это уже вообще не есть. Это уже люди пишут, Лера Пчелкина. А также спрашивают. Добрый вечер. Мне кажется, городу нужен бродячий дозор по отлову и спасению бродячих животных. Вот по спасению, да. Именно по спасению. Кто может участвовать, что для этого требуется, спрашивает Роман Осипов. Это, видимо, уже про дозор игру. Паспорт, в котором написано, что вы старше 18 лет в первую очередь. А вы в курсе, что в паспорте не пишут? Так же, ты, я, я старше. Дата рождения. Ну, собственно, голову на плечах, мобильный телефон. Этого достаточно. А команду собирать надо? Автомобиль только один на команду. То есть сам игрок может быть без автомобиля, но найти друзей, у которых есть автомобиль. Вот так вот. Поэтому ищите. Почему участвовать еще не вариант? Нет, пока дозор мизантропов и социопатов я не запустила. Ну, как вариант. Как вариант. Одиночный дозор. После самоизоляции все, наверное, отвыкли. Именно так. Еще спрашивают о клубах юных техников. Внутреннее состояние и отсутствие косметического ремонта. Теперь я понял. Это тоже дозор Сергей Солодилов. Тогда согласен. И Денис Шибанов за школьниками, чтобы они не пили и не орали. Вот так вот. Особенно у меня под окнами. Видимо, да, хотел добавить. Школьники, которые у меня под окнами. Денис. Ну что, я предлагаю сейчас поиграть в игру, которая называется «Было-не было». Мы тебе говорим какой-то факт, а ты говоришь, было в твоей жизни, игровой, скорее всего. Или не было. Если было, мы ждем историю. Кратенько. Поехали. Ну что, было ли такое, что команда нервничала и уходила из игры? Да, конечно. Частенько бывало. Это не часто бывает, но, например, на последней игре... Я не могу сказать, когда. Ну хорошо. Хорошо, где-то в том году. Последняя, крайняя игра до карантина. Да, допустим. Одна команда перенервничала, обиделась на авторов. Автором была не я, а другая команда. У них идут контры, битва за сезон. Они в задании на пятом сказали, все, мы поехали домой спать. Ари Ведерчи Бейба? Да. Получается, кто выиграл? Выиграла другая совершенно, и эти вылетели из призеров на сезон. Ух, как. Вот какие там страсти кипятят. Давай дальше. Прятала ли код и сама забывала, где? Конечно, поэтому я их фотографирую. Ну, был ли какой-то самый такой случай, что я даже не знаю, где? Я помню, что точно такое было. Не воспроизведу место, потому что я его забыла. Но я ездила потом искать его снова. Потому что мне же надо как-то в движок код забить. Сама поучаствовала в игре чутка. Дальше. Хорошо. Было ли такое, что травмировались участники команды? Было, но, к счастью, у нас травмы несерьезные. Ссадины. Был один перелом ноги, но это уже потому, что игрок с чрезмерным энтузиазмом полез на ту локацию, куда было не надо. У нас обычно существует меткий стоп. Это значит, что все стоямба. Вот, он полез дальше и упал неудачно, сломал ногу. Вот это да. Было ли такое, что команду забирали в полицию? Конечно! Вот это да! Чистенько, да? Да, и обычно... Ну, это на самом деле было только в самом начале, то есть год 2007-2008. И дозорные вели себя вообще по-разному. Я ездила их забирать, писать объяснительные. И некоторые особо буйные кричали, да вы знаете кто, я до вас всех уволю. Вот, такие сидели обычно до восьми утра. Ох, вот это да! А было ли такое, что игра все никак не могла закончиться? Люди не могли найти код? Вот, у нас была такая игра, мы играли с десяти вечера до десяти утра, чтобы... Двенадцать часов на ногах? Да. Вот это да. Наверное, было радость, когда мы последний нашли. We are the champions! Там уже просто можно было выключать игру, неважно, нашли, не нашли, просто... И как раз вопрос следующий вытекает из предыдущего. Бывало ли такое, что игрок засыпал в самый ответственный момент? Конечно! Например, даже я. Я ездила играть со своими кировскими ребятами на мегу. Мега-дозор — это когда разные регионы собираются и играются на каком-то новом городе. Мы ездили в Казань. И меня взяли как умного человека, раз я организатор, значит, я должна хорошо все разгадывать. И я уснула на игре и проспала всю мегу. Что тебе потом за это было? Стыдно. Ну, неудобненько так немного. А бывало такое, что организаторы засыпали? Ну, мне такие случаи неизвестны. Не, я... Когда тебе пишут, что мы нашли код, а ты... Не-не, я не сплю, у меня уже выработался годами режим, что в субботу... Я убью. Все ясно. Хорошо, было ли такое, что код или несколько кодов умистически исчезали? Да, был случай, мы написали код на дереве. Стояло такое дерево, никому не нужное, цвело даже вроде бы. Ну, в смысле, с листочками. Так. Мы пишем коды обычно за день до игры. То есть, допустим, игра в субботу, мы пишем в пятницу. В пятницу проехали, написали. Проехали, написали. И, собственно, больше мы не проверяем особо локации. И в субботу все начинается игра, и команды мне звонят, мы не можем, ну, там нет никакого дерева, о чем речь-то вообще в задании. Не может такое быть, вы слепые, вообще не видите ничего. Приезжая на место, дерево спилили. О-о-о-о, вот это да. Городская администрация помогла игре. Да. Ищите. Хорошо, было ли такое, что доходило до драк между командами? До драк не доходило, слава богу, потому что у нас такой здоровый спортивный интерес. Переругиваются периодически, это, конечно, да. Вот, но руки не распускают. Ну, уже, судя по всему, это уже целый чемпионат. Конечно. Там уже с семьей не играют. Ну, в общем, династия. Да-да-да, дело семьи это теперь. Хорошо, и последний вопрос. Предлагали ли деньги за код? Предлагали. Тоже в самом начале. Потому что раньше, до введения закона об азартных играх, мы играли на деньги. То есть команда-победитель получала часть игровых взносов. Вот. И суммы были достаточно серьезные. И командам, соответственно, хотелось выиграть. Ну, и плюс статус еще свой повесить. Предлагали. Предлагали до 10 тысяч рублей. Ничего себе. За один. За задание. Ну, то есть там код задания. Вот. Но это бессмысленно, потому что раз так сделаешь, два так сделаешь, и люди просто перестанут играть. Смысл. Это просто так лучше скинуться. То есть отказывал. Конечно. Хорошо. Все честно. Динь-динь-динь. Я считаю, что нужен звоночек в этот момент. Динь-динь-динь, все верно. У нас есть две карточки, выбирай любую. И только одно стоп-слово морковка. Ну, пусть это будет. Хорошо. Так, читай. Напиши последнему мужскому контакту в телефоне смс. Ну, и зачем ты так сделал? Ты понимаешь, в каком я сейчас положении? Ну, кто-то как раз тебе там что-то пишет, я смотрю. О, там нормально. Все. Все сразу слось, да? Кто это? Кому будем писать? Мы будем писать моему бывшему коллеге Максиму Беляеву. Так. Как давно ты с ним общалась? Я с ним общалась полчаса назад. О чем, если... Ну, так не сказать. И он как раз... О, смотрите, вот что он мне скинул. Ну, тогда нет. Он смотрит. Он тогда понимает. Это неинтересно. Но написано же последний мужской контакт. Все. А я выучилась на юриста, поэтому вот как написано, так и делаем. Печать, дата и подпись не поставлены. Я надеюсь, что он сейчас отошел к холодильнику или пишет какое-нибудь сообщение, и он не слышит, что сейчас происходит. Надеюсь. Максим, пока вы не включили, нам Мария рассказала очень интересную историю про вас, и сейчас она на эту тему пишет, а мы с вами с вами. Вот еще нам пишут, а какого типа задания бывают, не могу себе представить. Ну, вот как раз мы решили, что нужно куда-то съездить, да, там. Ну, есть же тематические, например, какие-то дозоры. Все игры тематические, например, у нас в прошлом году была игра про путешествия, сейчас можно всплакнуть. И, собственно, все задания были написаны на иностранном языке, причем не текстом написаны, а я припахала всех своих друзей-иностранцев, говорящих на разных языках, и они записывали видео. Ого! Вот, на греческом, на турецком, на итальянском блочке. А были детские дозоры? Они бывают в частном порядке, то есть в таком городском я не делаю. Хорошо, пока Мария пишет сообщение, я предлагаю вам посмотреть, что же дети у нас отвечают на вопросы. Детская рубрика «Детская неожиданность», сегодня мы поговорим о еде. У детей всегда своя точка зрения, и мир взрослых они видят по-своему порой неожиданно. Чтобы раскрыть тайны их маленькой вселенной, мы будем задавать детям сложные вопросы. Вы когда-нибудь пробовали березовую кашу? Трюнчевая, блядь. Какая твоя самая нелюбимая еда? Бяленый кумкват. Что это такое? Экзотический фрукт, только бяленый. Я его ненавижу. Ела когда-нибудь манную кашу? Ела. Как относишься к комочкам, которые встречаются в манной каше? А их там не было. А с комочками тебе ни разу не готовили? Нет. Прям ни одного раза не было комочков в манной каше, даже в детском саду? Нет. Тебе очень повезло, ладно. А представь, что ты их видела, как думаешь, откуда они берутся? Молоко взгляни. Испортилось. А какую кашу готовит мама? Какая твоя самая любимая? Конечно же манная, но еще нравится цыплячье. Ну это такая желтенькая. Почему люди говорят, что хлеб всему голова? Мне кажется, арбуз всему голова, а хлеб всему кирпич. Вы когда-нибудь пробовали березовую кашу? Нет, никогда даже не слышала о таком существовании. Это не каша, это просто берется кора березы, обмакивается в кипяток, а потом по одному месту. Это и есть березовая каша. Кто, по-твоему, самый голодный в нашей стране и почему? К собаке. У них для еды, у меня они едят, у них это священное время. Вот так вот тронечко, ребят. Макс, а почему люди вылизывают тарелки? Как зачем? Чтобы быстрее, чтобы еще найти побольше и не мыть тарелку. То есть облизывать тарелку можно, а потом мыть не надо. Все правильно? Да. Зачем люди молятся перед едой? Вот, например, я вот когда взяла чипсы вкуса, которые я не пробовала, ферклестила, и вдруг невкусные, и они оказались вкусные. Как ты думаешь, мне надо есть или надо худеть? Вам надо есть. Я худая слишком? Угу. Мне надо есть или мне надо перестать есть? Ешь, потом похудею. Вечерняя вятка мы продолжаем до ухода на этот сюжет. Мария Михрап у нас сегодня в гостях написала своему другу, знакомому сообщение. Зачем ты так сделал? В каком положении я сейчас нахожусь? Да. И получили мы ответ. Что ответил этот молодой человек? Максим написал, я удалю это сообщение от греха. Видимо, вам есть что скрывать, ребята. Видимо, он женат. А у нас день-день-день. Да, день-день-день, конечно. И последнее задание. Есть еще вариант того, что можно отказаться, но можно и выполнить. Все тогда больше. Большая молодец. Держи. Покажи последние 10 фото на телефоне. Не надо, нельзя смотреть. Можно только сразу. Либо сразу, либо стоп-слово. Нет, нормально. Покажем? Покажем, покажем. Ну что мы сейчас... Да, итак, друзья, мы сейчас увидим 10 последних фотографий на телефоне Марии. А, это меня... Боже! Ну, как бы, это я даже увеличивать не буду. Ребята... Это менеджер Марии. Записала видео, сфотографировала. Опа! Есть еще селфи. Ну все, держите. Маш, ну что, молодец, справилась со всеми заданиями, даже не использовала морковку, но сейчас нужно... Справилась с заданиями, не использовала морковку. Морковка это было стоп-слово, вы не подумали ничего лишнего. Сейчас нужно будет еще выбрать последнюю миссию, нужно будет выбрать обязательно нашего победителя. Кто сегодня был большой и молодец, кто сегодня получит. Вот этот набор к чаю и кексы, и круассаны, и мармелад. Итак, Мария, кто тебе сегодня приглянулся? Там человек написал оптом очень много предложений, и они все очень полезные. По-моему, Сергей Солодилов. Именно так, сегодня он победитель, поэтому Сергей Солодилов, он писал и о клубе юных техников, и о парке Победы. В общем, сегодня вы получаете этот набор. Спасибо огромное, Сергей, что следите за нами, что задавали вопросы и писали нам. Чуть позже наши менеджеры свяжутся с вами, расскажут, как его забрать. А у нас сегодня в гостях была Мария Михраб. Пожелания какие-нибудь на этот вечер во всему городу? Вкусного вечера. Вам я вкусный вечер сейчас обеспечу. Ого, вот это да. Вот это сервис. Итак, друзья, я желаю вам вкусного вечера. Так как мы за период самоизоляции стали настоящими кулинарами, я думаю, все уже научились, кто не умел, то давайте будем делать вкусный ужин, наслаждаться, смотреть телевизор. Вот это правильно. Спасибо большое, друзья. Вечерняя Вятка, Мария Михраб, Максим Кропов. Алена Милина и Вечерняя Вятка. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Пока-пока.